Сыграть на футбольном поле и осуществить мечту. Более 200 мальчишек приняли участие в городском этапе соревнований «Кожаный мяч». Матчи прошли на стадионе имени Прокопенко. За путевку на областной чемпионат сразились 15 команд. Возраст футболистов от 8 до 12. Хоть на педестале и три места, но только победитель сможет дальше шагнуть по турнирной лестнице. В соревнованиях «Кожаный мяч» участвуют ребята из образовательных школ и дополнительного образования. Поэтому уровень игры пусть и невысок, но они с желанием, с большим самоотдачей играют. Футбол интересный, приятно судить. Но в остальном желаем им удачи. Здесь пусть победитель сильнейший и посмотрим, как они выступят на областных соревнованиях. Понятно, турнир детский, но в эмоциональном плане они ни в чем не уступают взрослым соревнованиям. В подсказке, поддержке, на бровке расположились тренеры. Они тоже полностью погружены в игру. Ну дай вперед, дай вперед! Молодец, Артем, все по делу, правильно, правильно! Соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» проводятся под эгитой президентского спортивного клуба. Турнир самый массовый в нашей стране. В 2019-м участие в нем приняли почти 33 тысячи юных спортсменов. Привить любовь к спорту, потому что профессиональный спорт – это профессиональный, а любой человек, в принципе, он, наверное, не живет, если он не двигается. Поэтому, мне кажется, сейчас очень важно прививать молодежи с маленьких лет любовь к движению. Пройдя тяжелый турнирный путь, часть города на областном этапе защитят три команды – Росфит, сборная 19-й и 30-й школы. Районы, этапы соревнований продлятся до конца ноября, а уже в декабре Минский футбольный манеж примет финал турнира. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.